Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», вопрос 399-й, Псалом 44-10. «Дочери царей, между почетными у тебя, Стала царица одесную тебя в афитском золоте». Говорится ли в этом стихе о Богородице? Если да, то как понимает этот стих Баптисты? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нужно прочитать весь Псалом, чтобы увидеть, что совершенно никакого отношения этот Псалом к Богородице не имеет. Ссылки православных не только не имеют никакого отношения к делу, но наоборот обличают их, как людей невежественных, не знающих даже по содержанию Библии. Пример. Только не сочтите это за желание оскорбить кого-то, но живите с открытым оком, будьте самокритичны, предполагайте, что на земле живут не одни олигофрены и дебилы, но здравые люди со здравым смыслом, хотя и изреки, но встречаются. В Православной Церкви принято на всех празднествах и торжествах читать определенные места Священного Писания, предположительно относящиеся к самому празднику. Празднества, посвященные Богородице, некоторые из них двунадесятые, Рождество Богородице, Ведение во Храм, Благовещение, Успение, Покров и другие. Места Писания, которые должны читать, подбирали люди, вероятно, верующие, и мы можем даже предположить, что они знали содержание Библии. Такими делами занимались ученые монахи, глубоко чтившие Преснодеву Марию, как свою покровительницу. Могли бы они подобрать подходящие соответствующие празднику места и Слово Божие, если бы они были там. Но они поступили, как в той сказке про неразумного парня из деревни, который и на свадьбе, и на похоронах давал одно и то же пожелание всем, и его за это крепко колотили. Так и здесь, на все столь разные по содержанию праздники читают одно и то же место Евангелия о Марфе и Марии. Ради одной фразы в конце этого перекопа Аммония. Лука, 11 глава, 27 стих. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево носившие тебя, и сосцы тебя питавшие». Отсюда ясно, что Евангелие не боролось за Слово, и потому все это насильно подтягивали желаемое к действительному. В действительности в Библии нет ни малейшего указания на то, почитание Богородицы и даже ее такое название, как принято у православных, ни строчки. И пророчества, относимые к ней, на самом деле относятся или просто к душе, или к Иерусалимской церкви, первенствующей среди прочих церквей.